Комментарно просто. Но посмотрите, что интересное происходит. Вот, к сожалению, большинство севастопольцев сейчас успокоилось, сложили руки на животе и радуются, мы в России. А как мы будем жить в России? Опять Белики, Саратовы, Жуньки и вся остальная вот эта свора опять будут нам указывать, как жить, опять будут гербанить все, что там есть. Вы этого хотите? Нет! Ну так простите меня, когда мы хотим выйти сюда и об этом сказать, нам приходит участковый инспектор с райотдела полиции города Москва и начинает там объяснять, почему мы не можем провести здесь митинг против коррупции. Либо они за коррупцию, либо непонятно. И когда человеку начинаешь объяснять, не рассказывайте мне законы Российской Федерации, я их знаю. Но на сегодняшний момент у нас переходный период, и мы имеем право выходить сюда. Тем более мы заблаговременно уведомили и вас, и даже черт с ним пошли в эту государственную администрацию, и у них там стоит скрынька, куда бросили бумажку. Кто-нибудь из вас пытался сейчас в администрацию пройти? Нет! Правильно! И не пытаетесь, не пройдете. Не пытайтесь, не пройдете. Подождите, вопросы будут потом. Сначала выступление. У нас с вами не брейринг. Итак, извините, я не представился. Моя фамилия Тюнин Владимир Леонидович. Я являюсь председателем Координационного Совета Русских Организаций Таврии и Севастополи. Это та организация, которая все эти годы отстаивала наше право на воссоединение с Россией. Независимо от того, что нас заводили уголовные дела, нас прессовали, а сейчас получается, что ничего не меняется. Нормально. Так вот, о чем мы с вами говорим здесь? Коррупция процветает. Вот последнюю неделю, чем занимались русские организации? Тем, что отбивали нападки на Парк Победы. Вот кого из вас не достали уплотнительные застройки в нашем городе? Всех достали. Но самое интересное, поднимаются люди, сносят, потом опять заходят, опять начинают строить и показывают бумажки. Как у нас бумажки получались здесь, в Севастополе? Заносишь деньги в одно место, в другое место, в третье, и вот он у меня пакет документов. И я строю законно. А то, что я, выглядывая из своего окна, пожимаю руку соседу и говорю, привет, сосед, никого не волнует. Потому что они построили, сдали, заработали денег и пошли в другое место. И вот вы посмотрите, Парк Победы, это единственный наш с вами парк. Да, у нас есть исторический бульвар, на котором мафы, различные наливайки и так далее. Парк Победы, правую сторону, включая банковскую академию, уже застроили жилыми домами. Теперь они добираются до левой стороны. И самое интересное, мы строим здесь торгово-развлекательный комплекс. Опаньки, 12-этажный. Это что же за комплекс? Значит, там будут опять квартиры. Идем из Парка Победы дальше. Выходим на пляж. Кто ходит на пляж купаться летом Парка Победы? Ходите? Прекрасно. А вот теперь мы с вами будем идти по центральной аллее этого парка. И у нас слева и справа будут стоять наливайки. Это раз. Спускаемся вниз на пляж. Только спустились. С правой стороны наши господа решили построить пятиэтажный развлекательно-культурный центр. Он нам там нужен? Нет. А они его хотят строить. И уже три раза, три раза сносили этот забор. И уже последний раз испилили, извините меня, и брусы эти деревянные, которые были. И сказали, что строительства здесь не будет. И левую сторону отстояли. Вот так вот смотрите, они охрану уже нанимают. Причем с Украины охрану, которые сюда приезжают. И за 50 гривен в час они стоят и защищают вот эти незаконные стройки от нас с вами. Причем газом травят людей. Это нормально? И самое интересное, ведь сейчас никто решение принимать не может. Мы отправили послание нашему губернатору, где написали. Здесь очень простой выход. Наложите моратории на проведение строительных работ, которые не начались до 23 февраля. Это первое. И второе. В тех местах, где есть проблемы с общественностью, где люди поднимаются. Теперь мне говорят о законе. Кто против того, чтобы у нас построили здесь кадетский корпус? Все за. Но почему кадетский корпус строится без всяких разрешительных документов? То есть нам с вами нужно все по закону, а там, где хочется, там делается без закона. Так простите меня. Что тогда меняется? Дальше. Почему при строительстве кадетского корпуса у нас опять отрезается прибрежная территория? На каком основании? Ведь закон един. И что в Укропопии был закон, и что в России прибрежную зону занимать нельзя. Мы когда были с делегацией в Москве, обратно летели, чтобы встретиться с казаком, были в Сочи. В Сочи 6 километров пляжа, свободного от всего. Прекрасные дорожки. Нет ни торговли, ничего. Пляжи свободные. Значит, в Сочи можно сделать, а в Севастополе у нас с вами с каждым годом прибрежная территория все меньше и меньше становится. Скоро и плюнуть будет некуда. Мы не выйдем. Нас это устраивает? Нет! Ну так подождите, почему же тогда мы не можем выйти сюда и поговорить об этом, чтобы нас там услышали? Начинают принимать законы о выборах. 24 депутата законодательного собрания. Прикладение, насколько я понимаю, я задаю вопрос, от Единой России. Давайте 16 будем выбирать по партийным спискам, а только 8 по мажоритарке. Подождите, а каким образом? Наверное, 50 на 50, если уж на то пошло. Хотя для города было бы справедливо всех по мажоритарке. Потому что партийные списки закрыты. То есть вы выберете кота в мешке, и вы посмотрите, почти все депутаты городского совета уже пролезли в какие-то партии. И мы с вами не узнаем, только узнаем, когда придут хорошие лица и сядет, например, Жунько, Саратов, Белик, их же с ними. И будут сидеть и вот так вот руками... Ну, ребята, теперь мы порулим. Мы этого хотим? Нет! Так вот, я хочу, чтобы наш доблестный ИО губернатора нас слышал. А то нам уже начинают рассказывать, что здесь оказывается огромная необходимость построить большую мечеть. У нас еще этого не хватает. Дайте деньги на ремонт, ремонтируйте, им не мешают. Хотя жители, я насколько понимаю, близ лежащего района крайне недовольны. Потому что 5 раз в день они слушают там определенные... Нет, 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 одно определенное там словосочетание и так далее. Понимаете? И этого никто не слышит. То есть у меня создается такое впечатление, что опять наша власть, которая ИО, которой никто не давал полномочий. Потому что мы избирали с вами этого губернатора? Нет. Его назначили. Но я смотрел интервью, когда Чалый был у Владимира Владимировича Путина вместе с Миняйло. Кто-нибудь смотрел из вас? Да. Отлично. А помнит кто-нибудь произнесение фразы? Сергей Иванович с самого начала помогал нам, организовывал отряды самообороны. Такой он был хороший. И я думаю, странно. Вот я вроде занимался этими отрядами вначале, я его не видел. Но думаю, может что-то не понимаю. Иду к Литвинову, спрашиваю, ты видел Витя его? Нет, не видел. Так зачем свою работу здесь? Надо начинать со лжи. Это уже наводит на какие-то определенные мысли. Я перед администрацией был с инициативной группой против строительства. Когда начиналась с вами наша весна, правда в феврале весна, но не суть важна. У нас с вами стоял вот этот бордюрчик, который не пускал в госадминистрацию. Чалому говорили, давайте уберем этот бордюр, да? Потому что в горсовет, в принципе, можно зайти. Они, конечно, по кабинетам там прячутся, но зайти можно, да? Здесь, чтобы народ видел, что власть не прячется от своего народа, давайте уберем. Сказал, хорошо. И через три дня там встал металл, а этот, рамка. Плюс поставили милицию, плюс вооруженную милицию. И сейчас попробуйте пройти. И вот вы бумагу, которую вы несете туда, вы бросаете в скриньку, а номера входящего вам не дают. Кто-нибудь из вас ответ получил оттуда? Нет. Мы предложили встретиться губернатору с руководителями русских организаций, поговорить. Тишина. Но зато вы посмотрите, вот кто-то придет туда, посмотрите, какие хомячки все время туда забегают. Наши предприниматели, еще что-то, и бегают там с бумажками, потом выходят все с такими довольными лицами. И я думаю, в интересах же, кого решаются там эти вопросы? В наших или в интересах опять наших господ предпринимателей? Которые, как я говорил, все время потирали руки. Донецкие ушли, теперь мы хозяева здесь. А я всегда говорил, ребята, хозяева здесь, народ Севастополя. Просто, к сожалению, мы с вами, как говорят, русский человек, это как курица не птица, пока не пнешь, не полетит. Вот и нас с вами начинают объединять только тогда, когда есть проблема. Ну вот мы в Парке Победы отстояли ее и успокоились. А что, на Хрусталево-161 нет такой же проблемы? Есть. Так я и говорю, так давайте объединимся с вами, давайте на выборы сделаем так, чтобы ни одна вот эта сволочь не пришла опять туда к власти. У нас с вами, извините, большинство сотрудников СБУ сидят пока на своих местах. Те сотрудники полиции, которые были повязаны с прокуратурой, я уж молчу про судей, они все сидят на своих местах. И они уверены, что они там и будут сидеть. То есть получается, что я как не мог решить вопросы без денег, так я их и не решу. И самое интересное, у нас с вами кулуарно создаются Союз журналистов России, об этом никто не знает. А уже Союз юристов создали. А знаете, кто его возглавляет здесь? Нет, председатель административного апелляционного суда Юрочка Ширенин. Нормально. Продолжаем дальше веселый список. У нас с вами президент России создал фонд, да? На общенародный фронт, да? Фронт, который занимается выявлением коррупции. Оказывается, он в Севастополе у нас тоже создан. И они уже даже в Москве побывали. А из вас кто-то там был? А кто бы отказался вступить в этот фронт и тоже бичевать и выкорчевывать коррупцию отсюда? Ну, наверное, все. Но вас не пригласили. Посмотрите, все эти партии, которые что-то тут проводят втихаря. Я очень радовался, когда узнал, что приехал Владимир Вольфович, да? Сюда, в Севастополь. Реторика прекрасная. Он за русских людей. Все замечательно. А потом узнаю, что у него там в этой партии Рыбаков, который возглавлял здесь, извините, еврейскую партию Союз с господинами Римского, и два прекрасных депутата с хорошими русскими фамилиями. Бурштейн и Непран. Нормально. Нас будут защищать. Хорошо. И вот это все идет, понимаете? Идет, идет, за шагом в шаг. И мы постепенно отдаем наши позиции. И мы постепенно опять превращаемся в тот гумус, который нужен для того, чтобы прийти на выборы и отдать свои голоса этим хомякам. Кто с этим согласен? Нет. Поэтому я хочу еще раз, чтобы вы поняли и поверили в себя. И Севастополь, и Крым, я каждый раз об этом говорю, имеют исключительную возможность сейчас начать с белого листа, чтобы вы могли прийти в кабинет чиновника, и он вас слушал. А обычно, когда в администрацию вы входили, как на вас смотрели? На пыль. Вот. А я о чем и говорю. И мне доставляло истинное удовольствие приходить их туда и строить их там. Потому что законы надо знать. Так они должны. Это наши слуги. А у нас слуги живут лучше хозяев, а мы хозяева. Вот я не хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы у нас законодательное собрало было нашим. Чтобы у нас губернатор был наш. Севастопольский, который проблемы наши знает. И которого на улице можно встретить и сказать. Что ж ты, Петрович, засранец? Ты же здесь родился. Твои дети и внуки здесь живут. Что ж ты принимаешь решение? А иначе что у нас будет с вами? АПЛОДИСМЕНТЫ Но самое интересное. Ведь они и это не хотят слышать. Очень интересное было выступление у губернатора. Я буду бороться с коррупцией и с революционерами. То есть те люди, которые привели тебя в этот кабинет. Которые Чалова привели в кабинет. Потому что почему-то все Чалы. Ну давайте его колонизируем. Чалова привели люди Севастополя сюда. Заставляли делать. Но самое интересное. Что бы вы ни говорили. Он не сделал самое главное, что обещал. Он не переформатировал власть. То есть он оставил тех же воров на своих местах. И ушел. И вот это предательство Севастополя. Поэтому ради Бога. Кто нравится. Еще раз говорю. Я уважаю Алексея Михайловича за определенные дела. Я уважаю его за то, что он сделал нас федеральным округом отдельным. Слава ему и почет в этом плане. Но дальше-то идти надо было. А он этого не сделал. А мы ему с вами дали вотум доверия. Значит наши надежды обмануты. Поэтому у нас с вами единственное. Мы теперь не боимся, что придет правый сектор. Мы с вами не боимся говорить на своем языке. Мы с вами наконец воплотили нашу мечту. Стали в Россию вернулись. В наш дом вернулись. А все остальное останется. Так вот если вы этого не хотите, мы не должны молчать. А вот этот митинг мы заявили за две недели. Но поскольку единственным органом, который соблюдает и смотрит за общественным порядком, и сегодня к нам приходили, это милиция, мы и уведомили их. Потому что и по нашему закону, и по российскому, милиция является органом исполнительной власти. А администрацию мы тоже уведомили. Но видите, нам сейчас после этого еще будут пытаться составить какие-то или протоколы, или еще что-то. Будут нас дергать. Мы с вами проводим противозаконные действия. Ну давайте забьемся по щелям. И будем молчать. А нам будут управлять те же. А если мы этого не хотим, я всегда говорю, идите по своим районам. Первое. Мы хозяева города. Есть незаконные застройки. Звоните, пишите. Будем приходить и будем сносить чертовой матери. У нас с вами есть акты коррупции, о которых вы знаете. Сообщайте. Мы создали антикоррупционный комитет. Плюс к этому, сейчас хочу еще обратиться немножко не по теме. Звонят нам с вами с Юго-Востока. Вы знаете, что там происходит. И когда позвонила одна женщина о том, что хотят свою семью. Парень, который стоит на блокпостах, он хочет, чтобы жена с ребенком приехала сюда. Ну в принципе нормальное желание. Вот мне задали вопрос. А можете устроить? А я растерялся. А не могу. А власти наши об этом не думают. Там денег не заработаешь, да? Ну я думаю, что же делать? Я тогда пошел сразу же на телевидение. Вот народный канал откликнулся. СТВ. Молодцы. И я там сказал, севастопольцы, дорогие мои. Давайте до тех пор, пока мы не пнем наше правительство, здесь местное. Кто из вас может принять людей из Донецка, Славянска, Луганска. Если они будут ехать сюда. Хотя бы вот на несколько месяцев, чтобы мы заставить могли власти сделать. Может быть дача у вас свободная, чтобы там люди пожили. То есть обращайтесь, чтобы приятно. Буквально через 5 минут после эфира уже звонили. Самое смешное, что звонили из Жанкуя, из Армянска. Я не могу понять, как до них там что-то дошло. Но звонят люди. Но севастопольцы, давайте тоже откликнемся. У нас есть сайт русское движение. Реф. Точка. Все. Русскими буквами набираете этот сайт. Вы можете там оставить вашу заявку. Там есть антикоррупционный комитет, куда вы тоже можете прислать. Вот уже на первого, на главврача первой горбольницы нам прислали все темы. Мы на следующей неделе будем поднимать. Если вы знаете чиновников, сотрудников милиции, судей, направляете свои материалы. Мы их должны, извините, по-русски говорят, трючить, по самое неболуй. Чтобы они опять не сидели в этих кабинетах. Иначе вы придете в суд, вы ничего не решите. Как у стариков забирали участки земельные, так и будут забирать. Как пенсии нищенские не давали им, так и будут не давать. Ну так может быть, хватит уже молчать. Давайте будем говорить. Тем более мы у себя на родине. О чем мы говорим? Мы поддерживаем президента в его борьбе с коррупцией. Мы хотим, чтобы здесь был порядок. Мы что-то требуем незаконного. И мы говорим, что Севастополь был, есть и останется самым русским городом. И мы должны быть с вами примером и в дальнейшем. И сказать, что если нас будут нагибать, то извините меня, мы вам покажем кузькину мать. Все. Спасибо большое. Слава Богу, что мы русские. Спасибо.